Это самый крупный аукцион в мире. Вот сейчас здесь начнется самое большое сумасшествие, которое можно будет только увидеть. Такая сегодня полная сумасшествия для того, чтобы понять, что они говорят, для этого надо привыкать уже долгие годы. Если вам все удалось это сделать, мы будем в классную тачку. Если нет, мы попили вверх болтать. Здесь, на этом Манхеме, можно осуществить все свои детские фантазии, хотя бы посидеть в такой машине, попробовать ее завести, погазовать, послушать ее в выхлоп, просто безумный в этой мазерате. Здравствуйте вам, Александр. Здравствуйте. Сержант полиции Федора. Документы сразу показывают свои подостоверения. Все зависит от того, если меня остановили для того, чтобы показать свои документы, то да. Нет, просто Александр, я же знаю, просто сейчас начнем общаться, пускай вопрос, сейчас сразу подостоверение, просто заранее спрашиваю. Показывать не надо. Для начала значок можно достать из подформы. Отлично, я вас слушаю. Не заметили знак, да? Я заметил знак, еще заметил, что вы систематически разводите здесь фуры. Я его не трогаю. Это же Александр. Не остановился. Я ваш стал. Что, что, что? Ваш стал уже, Александр, местный. Наш, не местный, вы все знают. Так что будем делать, оформлять будем? Счастливо, Путина. Нарушайте, все будет прекрасно, удачи вам. Нет, так что удачи. Если нарушил, давайте оформим, вы же меня знаете. А смысл? Ну как смысл? Ну я нарушаю право дорожного движения. Если я нарушаю, надо меня оформлять, тем более систематически. Вы так и будете, все время останавливаете и желать мне счастливого пути? Я вас не останавливаю. Я просто подошел, человек просто увидел, что не остановились, и не подошел вам. Ну вы, в смысле, вы просто подошли. Не как сотрудник полиции, а как просто прохожий? Ну если сотрудник полиции, вы меняете мне нарушение. Давайте оформим. Ну я не меняю вам нарушение. Я нарушил что-то? Нет. Чего вы меня остановили? Я вас не остановил. Ну тот, кто меня остановил, зачем он меня остановил? Не знаю, может... Я ж не знаю. Вы с какой целью подходили? Подсказали, может, вам что случилось. Вы вообще именно вот, ну, просто окуня включаете на ровном месте. Вы не знаете, зачем вы подошли ко мне, просто спросить, что у меня случилось, и показать мне удостоверение. Ну, подошел, поднимашь остановилась. Подхожу, встретюсь, сидит Александр. Машина остановилась, потому что меня остановил сотрудник полиции. Я же не видел, я стоял на другой стороне. И поэтому вы ко мне прибежали, потому что машина остановилась. Я не прибежала, я вам подошел. Правильно, и решили показать мне свое удостоверение. Александр, я не скандалю. Я не скандалю, вы мне сказали вначале, что я нарушаю. Вы бы на знак не стреляли. Так я нарушил? Нет. Так если я на знак не остановился, я нарушил или нет? Нет. Тогда я не понимаю, в чем история? В чем история? То есть, я проехал, ничего не нарушил, вы просто ко мне подошли, просто узнать, как у меня дела и показать удостоверение. Нет, никак на вас дела. Я поинтересоваться просто хотел у вас и все. Что поинтересоваться? О чем вы хотите поинтересоваться? Александр, я вас прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, удачи вам и счастливы. Если вы прекрасно понимаете, что я имею в виду, и я что-то нарушил, то неплохо было бы меня оформить. Александр, ну все, до свидания. Потому что, смысл такой, вы сотрудник полиции, вас за этим поставили. Я вам скажу проще. Мы разводим только лохов, да? Скажите проще. Мы разводим только лохов. Людей, которые знают свои права, мы не разводим. Нам интересно общаться с водилами, которые дают нам тупо 100 рублей и едут. Нам не интересны водители, которые начинают умничать. Нам не интересны водители с камерой, нам нужны лохи, чмошники, которые с трясущимися руками выбегают и нам отлистывают в посту ГАИ, как это было раньше. Вы видели, как в этом посту ГАИ принимал ваш сотрудник денежки, пересчитывал? Или вы тоже это видео не видели? Ну, видел. Видели? Сейчас это происходит на этом посту? Я не знаю, я здесь только на данный момент работаю, сегодня первая смена у меня. Вы сегодня первый раз вышли сюда на смену, первый раз на работе на этом посту, вообще ничего не знаете абсолютно? За то, что вы тут здесь работаете, не знаю. Я на другом посту работал. Первый раз сегодня появились. Сколько вы работаете в полиции? Давно? В полиции? Два года. Два года в полиции. И вообще не знаете, тут взятки берут сейчас или нет? Я же беспонятно. Никто не в курсе. Александр, если... Просто мимо проходили, окуня включили, я ничего не знаю. Александр, я здесь бы работал, очень давно. Понятно, вообще никто ничего не... Ладно, позовите меня того, кто меня остановил. Позовите, приведите сюда его. Только не так, что вы слиняете и не вернетесь. Я вас принципиально подожду. Подозовите его сюда, и мы узнаем, зачем он меня остановил. Окунь – это тоже рыба. Знаменитый пост по пересчитыванию купюр. Так называемая счетная машинка милиции. Сейчас это называется счетная машинка полиции. Сейчас будет уникальный диалог, кто же все-таки пойдет общаться с Александром, для того, чтобы составить протокол и вспомнить правила дорожного движения, законы о полиции и прочие нормативные акты. Так, слушай, ты пойдешь. Что, что, я дурак, я уже был. Я был уже в ролике, ну его нафиг, 300 лет. Слышь, так скажи, что ты вообще просто подошел. Так, ты превратись в мертвым. Мертвым – это реальная тема. Ты мертвым еще ни разу не под. Ладно, ты самый мелкий, ты, короче, иди. Давай. Все, сейчас навали ему херню какую-то, потому что он типа не остановился, но мы не зафиксировали. Вот, надо ехать, потому что бизнес тут стоит. Фуры вообще проезжают в холостую. Здравствуйте. Вы останавливали меня? Да я же. Да что ж такое, лейтенант Семененко? Ключи. С техпаспортом. Смотрите и составляйте постановление. Я же не хочу брать в руки дорогой брелок, у вас еще упущу, не дай бог. Смелее, вам пистолет доверяют. Слушай, ну пистолет доверяют, но это же чужое имущество. Прав, пистолет тоже, кстати, я вам напоминаю, что это чужое имущество. Ну, на всякий случай. Если вы думали, что вам выдали его и крутись как хочешь, это не так. Так только в анекдоте бывает. Это техпаспорт, регистрационный документ. Называйте как хотите. Берите, составляйте, что я там нарушил, права мои. Только для начала было бы неплохо, чтобы вы мне рассказали, что и как, как все произошло. В связи с чем вы решили взмахнуть своей волшебной палочкой и остановить Гарри Поттера. Уже по-другому оно называется леденец. Да, это называется. Да, позитив. Это называется леденец, да. Штраф. И поехали. Я вот хочу предупредить, потому что... Предупредить о том, что вы только лохов разводите, а людей, которые знают право дорожного движения, вы не разводите. Вас интересуют только наличные деньги, вас интересуют писанины. Не, мне интересует, может, человек уснул чуть-чуть, не замечает дорожные знаки. Чуть-чуть уснул. Ну, мало ли, всякое. Я вам скажу так. Я заметил знак стоп на дороге, который здесь стоит абсолютно незаконно на протяжении многих лет. И я писал на очень многое количество бумаги, вот такую макулатуру, чтобы его отсюда убрали. Потому что действительно нету, и вы должны со мной согласиться, никакого абсолютно логического обоснования, чтобы здесь стоял знак стоп, это раз. Кроме одного, это вымогание с водителей, проезжающих больших грузов, денежных средств. Больше никакого нету. Я бы сказал так, не то, что незаконно, неправильно он стоит. Есть бумага, которая, согласно которой он установлен, но он стоит не по ГОСТам. Он должен быть на желтом фоне, и высота должна быть от земли как минимум 60 сантиметров. Это я с вами в 100% остался. Вы, в принципе, уже сами меня отмазали, правильно, от постановления? Не, ну вы же все знаете, я просто... Тогда объясните мне. Вы хотели от меня это услышать, я вам сказал. Вы правы, 100%. Теперь объясните мне, зачем останавливать водителей, которые не остановились на знак стоп, если вы прекрасно знаете, что стоит он здесь, а, во-первых, абсолютно незаконно, во-вторых, он установлен не по ГОСТу. Зачем тогда останавливать водителей, которые на него не остановились, если они абсолютно правильно его проезжают и игнорируют, потому что это не знак, это кусок хлама на дороге. Это препятствие, которое мы, как участники дорожного движения, должны просто объезжать. Зачем тогда нас останавливать? Не, что мы еще раз говорю. Есть люди, которые тыкнул вам в дорогу, дорога дальняя, 100 километров от Харькова он едет. Короче, вы меня остановили просто для того, чтобы я не втыкал. Я правильно понимаю? Я понял вас. Все, давайте, чтобы вы не втыкали, чтобы вам не было скучно, вы напишите рапорт о том, чтобы здесь поставили знаки на правильном фоне, на нужной высоте, чтобы водители не засыпали. Их видели, останавливались, вас приветствовали, и все были милы и добры. Вы сами знаете, что никто их не поставил? Я знаю, потому что эти деньги, это фу, это у нас знаки, что это? Это деньги, это градообразующее предприятие, ваш пост, которое кормит весь ближайшие селы и районы. Поэтому, ребята, я желаю вам, чтобы когда-нибудь какой-нибудь мужик на фуре завтыкал и просто снес нафиг эти знаки, и наконец-то их уже здесь не было. Уберите. В пост въехал когда-то, не слышали? Я не понимаю, что вы радуетесь. Здорово, в пост мужик въехал, вот это он. Не, 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 ну и причем тут радуетесь. Вообще, класс. А вы слышали, тут на посту подсчитывал его с хассир бабки. Слышал, мне вообще не было, да, да. Жалко, что вот этот мужик не въехал в тот момент, когда он считал бабки. Долго, спасибо. Вот бы судьба тогда. Ладно, всего доброго, счастливо. Счастливо. Хорошей смены. Хорошего дня. Хорошего дня. Между прочим, полуодиннадцатого ночи. Буду самым модным здесь. По нему буду покупать тачку.